Очередной смертельный автонаезд случился в Бишкеке накануне по улице Льва Толстого возле гипермаркета «Глобус». Водитель за рулем автомашины марки «Ниссан» сбил пешехода. 57-летняя женщина скончалась на месте. Очевидцы, снявшие это видео, утверждают, что наезд произошел, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В ОБДД сообщили, что по факту случившегося идет разбирательство, назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным водитель был трест. При этом, как говорят свидетели ДТП, он нарушил скоростной режим на этом участке дороги. В Балыхчи задержана группа женщин за создание финансовой пирамиды. Как сообщили в областном УВД, ее организаторы предлагали людям инвестировать средства, обещая им высокую доходность. Для убеждения клиентов в надежности финансовой организации и для привлечения как можно большего числа участников, какое-то время они частично выплачивали проценты за счет денег, привлеченных от новых вкладчиков. В дальнейшем выплаты прекратили. По предварительным данным следствия, задержанные женщины незаконно получили свыше 10 миллионов сомов дохода. В отношении двух из них поступило 143 заявления, 132 из них поступили по линии следствия и 11 по линии дознания. При этом, как отмечается, поток новых заявлений на мошеннические действия этих женщин все еще продолжается. Задержаны всего семь женщин. Накануне решением суда они были взяты под стражу до вынесения им приговора. В Бишкеке, в одном из частных домов, милиционеры накрыли лабораторию, в которой подпольно выращивали и производили наркотические вещества. Помещение было оборудовано под мини-плантацию, где культивировали сорта каннабиса методом гидропоники. Оперативники антинаркотической службы МВД изъяли кусты конопли, семена конопли разных сортов, а также уже готовые наркотики. В качестве подозреваемых задержаны двое граждан начато досудебное производство по статье «Посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества». Милиция отмечает, что проводятся следственные действия по установлению других причастных к этому преступлению. Столичная милиция проверяет нарушения в участковой избирательной комиссии номер 1063. На прошлой неделе, напомним, глава этой комиссии Айна Гульшимова была уволена за то, что на участке приняли заявление от граждан об изменении избирательного адреса без прохождения ими биометрической регистрации. Милиции говорят, материалы по нарушениям к ним не поступали, но факт зарегистрировали в едином реестре преступлений и проступков. Отметим, за махинации со списками кодексом предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Известно, что члены указанной комиссии без биометрической регистрации обработали 357 заявлений и передали их для внесения по форме 2 в списки избирателей. За минувшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался один человек. Об этом сегодня утром сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Ахматова. По ее словам, летальный случай был в Лилекском районе Баткенской области. Таким образом, число смертельных исходов в нашей стране за все время пандемии стало 1054. Накануне, напомним, Минздрав из числа умерших от коронавируса исключил почти 500 случаев. В большинстве из них, как объяснили в ведомстве, умерли от других болезней. Также было выяснено, что по 8 летальным случаям информация была зафиксирована дважды. Что касается соотношения количества выздоровевших и новых заболевших, то ситуация имеет тенденцию к улучшению. Уже несколько дней подряд выздоровевших уже намного больше, чем заболевших. За минувшие сутки, если полностью вылечились и выписались из больниц 312 человек, то к числу заразившихся присоединились всего 179. На 19 августа 2020 года зарегистрировано всего 179 новых случаев, из которых лабораторно подтвержденных случаев составили 59. И в городе Бишкек зарегистрировано 10 случаев, в Чуйской области 5, в городе Ож 4, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Иссыкульской области 3, в Таласской области случаи не зарегистрированы, Джалабадской области 13, Баткенской области 17 и Божской области 7 случаев. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрирована 120 из них в городе Бишкек 29, Чуйской области 12, в городе Ож 4, Нарынской области 3, Высокольской области 36, Таласской области 1, Джалабадской области 13, Баткенской области 5 и Божской области 17 случаев. За весь период зарегистрировано 42 325 случаев. Из них лабораторно подтвержденные случаи составили 18 184 клиника, эпидемиологически подтвержденные случаи 24 141. Первоклассников заставят носить маски. О том, какие санитарные требования выставлены школам и родителям школьников, рассказала Мария Кушбакова. Врач по общей гигиене, департамента профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Минздрава. Как известно, штаб решил, что с 1 сентября в школы будут ходить только первоклассники, остальные будут учиться дистанционно. По словам Кушбаковой, разработаны инструкции по посещению и нахождению первоклассников в школах. Классы, где набралось много детей, учителям надо будет разуплотнить, то есть разделить на несколько групп, чтобы они посещали уроки по очереди. Детей в классах надо будет рассаживать с учетом физической дистанции, при этом все первоклассники в период нахождения в школах должны быть в масках. Классы школы должны быть обеспечены дезинфекцирующими растворами, то есть с антисептиками, с антисептическими салфетками. Вот оснащение, то есть обеспечение детей маской, салфеткой, это возложено на родителей учеников. Родители должны обеспечивать учеников. И, соответственно, в этой инструкции предусмотрена также инструкция для учителей, для руководителей образовательных учреждений, для родителей и для учеников. Желательно, конечно, если родители будут забирать детей и привозить детей в школу сами. Кроме того, предусмотрено, что в школе должно быть обязательно два выхода и входа, для того, чтобы обеспечить детей, чтобы они соблюдали дистанционное расстояние. В Караколе разрешили кафе и ресторанам, а также другим увеселительным заведениям работать до 11 вечера. Ранее им можно было принимать посетителей лишь до 20.00. В Бишкеке, напомним, кафе, ресторанам и развлекательным клубам можно работать до 10 вечера. В оперативном штабе Каракол отмечают, что решение о частичном снятии запрета принято с условием, что в заведениях не будут проводить массовые мероприятия, такие как юбилеи, свадьбы и различные тои. Напомним, накануне по вопросу о соблюдении санитарных норм в таких заведениях в кабине прошло совещание. Бурона вчера заявил, что органы местной власти расслабились и потребовал усилить контроль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...